Поиск истинной любви Я расскажу вам о том, как расшифровать эти знаки, что они действительно означают, и как определить, является ли это особая связь частью Божественного плана для вас. Если и вы находитесь в этом поиске, хотите раскрыть больше о любви, отношениях и пути, которые Бог замыслил для нас, то давайте начнем. Давайте вместе раскроем тайны сердца и планы, которые у Вселенной есть для нашей будущей любви. Помните, что любовь может быть где угодно, иногда ближе, чем мы думаем. Давайте глубже в этом разберемся. Понять, что такое любовь и как действует привлечение, может быть сложно, особенно когда мы пытаемся согласовать эти чувства с нашей верой и убеждениями. Для нас, христиан, истинные отношения превосходят физическую или эмоциональную связь, они являются частью большего Божественного плана. Бог, со своей бесконечной мудростью, направляет нас и показывает знаки того, что мы на правильном пути, особенно в наших любовных отношениях. Сегодня я хочу обсудить три знака, которые могут указывать на то, что Бог замыслил для нас быть с конкретным человеком. Эти знаки подобны маякам, освещающим наш путь и помогают нам понять, является ли человек рядом с нами избранным Богом. Во-первых, важно обращать внимание на мир, который мы испытываем рядом с правильным человеком. Даже в самые бурные моменты этот внутренний мир, который может прийти только от Бога, охватывает нас. Это является ясным показателем того, что мы находимся на том пути, который он запланировал для нас. Вторым знаком является совместный рост. В благословенных Богом отношениях рост происходит как индивидуально, так и духовно. Этот развитие не только укрепляет отношения, но и приближает нас к целям Бога для нас. Наконец, но не менее важно, иметь согласованные цели и ценности критично. Когда Бог хочет, чтобы мы были с кем-то, наши жизненные цели и ценности заметно совпадают. Это не означает, что мы будем соглашаться во всем, но у нас будет общее направление. Независимо от этапа, на котором вы находитесь в своей любовной жизни, будь то любопытство к особому человеку, или вы уже в отношениях и хотите быть уверены, что следуйте божественному плану, важно обращать внимание на определенные знаки. Эти указания могут стать ответами, которые вы ищете, чтобы лучше понять божественное назначение для вашего романтического отношения. Когда любовь руководится Богом, она становится исключительно красивой. Все мы мечтаем об истинной любви и ощущении мира, которые она приносит. Однако этот поиск часто ведет нас по пути разочарования и моментов, испытывающих нашу веру и терпение. Ключ к полным и спокойным отношениям – вера в божественный план. Бог, со своей огромной мудростью, наметил специфический маршрут для каждого из нас, включая встречу с идеальным человеком в самый подходящий момент. Чувство глубокого мира является одним из самых явных признаков того, что мы идем правильным путем со своей половинкой. Рядом с идеальным человеком тревога и неопределенность о будущем уступают место чувству спокойствия и удовлетворения. Этот покой отражает нашу веру и уверенность в том, что мы находимся ровно там, где должны быть, в нужном месте, в нужное время, с правильным человеком. Если эта уверенность еще не является частью вашего отношения, важно помнить, что время Божие непогрешимо. Он знает, что живет в вашем сердце и какие у вас нужды гораздо больше, чем вы сами. Сохраняйте веру и продолжайте полагаться на него. Молиться и медитировать – один из самых эффективных способов культивировать этот мир и искать Божественное руководство. Выделяйте время для разговора с Богом, просите Его о направлении и мудрости в ваших отношениях и учите распознавать, является ли кто-то правильным для вас. Следует отметить, что мир, предлагаемый Богом, – это ощущение глубокого и непоколебимого спокойствия, неопределяемое обстоятельствами или людьми вокруг вас. Это дар, который рождается из вашей связи с Иисусом Христом. Даже в самых сложных главах вашего романа можно найти утешение и безопасность во Христе. Если вы случайно чувствуете себя подавленным или раненым в своем пути в поисках истинной любви, попробуйте не терять надежду. Знайте, что Бог разработал удивительный план для вашей жизни, который включает в себя счастье делить ее с кем-то, кто того стоит. Продолжайте доверять Ему, и вы будете проведены к любовной истории, которая была тщательно архитектурно создана с учетом вас. Ключевым элементом в благословенном Богом отношении является существование общей цели между вами и вашим партнером. Мы все ищем смысл и цель в нашем существовании, и когда мы находим кого-то, кто колеблется на той же частоте, что и мы, относительно этих идеалов, наша связь становится сильнее. Это может быть в любом аспекте жизни, таком как карьера, создание семьи, жизнь, веры и три дней. Общая цель питает крепкое чувство единства и направления. Рядом с идеальным человеком эта синхронизация становится ясной, и мы уверены, что находимся вместе по более высокой причине. Эта цель не только придает больший смысл отношениям, но также способствует взаимному росту, укрепляя узы и совместную веру. Понимание важности общей цели в отношениях фундаментально. Не обязательно, чтобы цели или мечты каждого были идентичными. Существенно то, чтобы существовало общее жизненное и отношение, в которой оба поддерживают и взаимно поддерживают друг друга. Это включает в себя сотрудничество как в индивидуальных целях, так и в общих целях. Истинная гармония в отношениях не возникает из однородности мыслей, а из совместных усилий по движению в направлении, которое обогащает обоих. Обладание общей целью и ведением является жизненно важным для построения долговечных отношений, наполненных смыслом. Когда оба партнера преданы достижению чего-то большего, это не только укрепляет союз, но и обеспечивает необходимую силу для преодоления препятствий, встречающихся на пути. Это включает в себя способность реагировать на различия между нами. Понимание и уважение особенностей партнера является важной частью процесса совместного движения в направлении общей цели. Поддержка друг друга в их личных достижениях, в то время как вы идете к общему мечте, создает динамику поддержки и взаимного роста. При поиске партнера для разделения жизни критически важно смотреть за пределы поверхностных сходств. Ищите того, с кем вы действительно можете разделить мечты и цели, помимо общих интересов. Важно найти человека, который понимает, уважает и поддерживает ваши амбиции, кто будет рядом с вами, готовый построить жизнь вдвоем, основанную на общих целях и взглядах на мир. Это основа для долгосрочных отношений, полных любви, уважения и общей цели. Рассмотрение общей цели в вашем отношении является ключевым шагом. Если вы оказались в сомнениях или сбиты с толку относительно направления, в котором движутся, задайте себе вопрос о соответствии мечтам и планам будущего обоих. Если замечаете, что вы не на одной волне, возможно, пришло время для откровенного и честного разговора с вашим партнером. Открытое обсуждение ожиданий и желаний каждого из вас относительно отношений является ключевым моментом для того, чтобы убедиться, что оба двигаются рядом к одной цели. Важно помнить, что Бог запланировал нечто необыкновенное для вашей жизни, включая ваш любовный путь. Он хочет, чтобы вы нашли того, кто не только разделяет ваши ценности, но и соответствует вашим видениям и мечтам о будущем. Это совпадение является ключом к здоровым и процветающим отношениям. Если вы находитесь в этот момент размышления, важно доверять времени и божественному плану. Иногда может показаться, что мы дрейфуем или что вещи не идут так, как ожидалось, но сохранение веры и терпения необходимо для понимания и принятия божественного плана для наших жизней. Помните, Бог знает ваше сердце и ваши более глубокие потребности, и Он проведет вас к человеку, предназначенному быть вашим жизненным партнером. Быть открытым для диалога, размышлений и доверия божественному времени может обогатить не только ваши текущие отношения, но и осветить ваш поиск истинной любви. Найти того, кто отражает ваши ценности и видения, критически важно для построения общего будущего, полного любви, понимания и общих целей. Быть рядом с кем-то, кто побуждает вас к лучшему, это один из самых больших даров отношения. Когда вы встречаете этого особенного человека, вы замечаете положительное преобразование в себе. Вы становитесь вдохновителями друг для друга, побуждая себя вместе преодолевать препятствия и развиваться в лучших версиях самих себя. Признание того, что быть лучшим для другого не означает совершенство, фундаментально. У каждого из нас есть свои собственные недостатки и вызовы. Однако находить кого-то, кто принимает вас таким, какой вы есть, одновременно мотивируя вас преодолевать себя и развиваться, это редкий клад. В истинно здоровых отношениях вы обнаруживаете не только любовь, но и партнера, который способствует улучшению ваших качеств и вдохновляет вас достичь своего максимального потенциала. Вы становитесь опорой друг для друга, отмечая успехи и поддерживая друг друга в трудные моменты. Если вы находитесь в отношениях, которые стимулируют вас к совершенствованию, считайте это сокровищем и признайте, насколько ваш партнер был фундаментальным для вашего личностного развития. Желание сделать то же самое для него возникает спонтанно. Это отражает истинный дух благословенной и обогащающей связи, где оба развиваются вместе, поддерживая друг друга и идя рука об руку, вдохновляя друг друга на достижение лучшего. В те моменты, когда вы чувствуете себя безразличным или упавшим духом, важно помнить, что существует особый божественный план для вашей жизни, который также охватывает вашу любовную жизнь. Бог хочет, чтобы вы были рядом с кем-то, кто не только мотивирует вас к росту, но и стоит на вашем пути в качестве постоянной опоры. Не устраивайтесь на меньшее, чем заслуживаете. Доверяйте времени и божественному замыслу, веря, что он приведет вас к человеку, предназначенному быть не только вашим спутником, но и вашим большим источником вдохновения. Быть лучшей версией себя для друг друга – ключевой элемент в любых отношениях, и это требует взаимных усилий. Если вы стремитесь иметь кого-то, кто вдохновляет вас к преодолению себя, будьте также готовы предложить то же самое. Это включает в себя быть опорой, поощрением и любовью в динамике, где оба стараются извлечь максимальное друг из друга. Строить этот прочный фундамент – это выигрышная ситуация для обоих. В этом процессе важно помнить, что поддержка и мотивация – это двусторонняя улица. Истинно здоровые и удовлетворительные отношения – это те, в которых оба партнера чувствуют себя ценными, поддержанными и побужденными к росту. При поддержке атмосферы поддержки, любви и поощрения вы создаете идеальные условия для совместного роста. Это позволяет вам достичь лучшей версии себя не только индивидуально, но и как объединенная пара. Следует отметить, что в благословенных отношениях личный рост является подарком как для себя, так и для вашего партнера. Этот непрерывный цикл взаимной любви и поддержки не только укрепляет союз, но и поднимает обоих на ранги, о которых раньше не мечтали. Позволить Богу направлять этот путь и быть открытым и кем-то, кто получает, и кем-то, кто предлагает эту любовь и безусловную поддержку – фундаментально. В области отношений приоритет отдается Божественной воле над нашими собственными желаниями и планами. Важно помнить, что Бог видит идеальный путь для нас, понимает желания нашего сердца и уже имеет в виду идеального человека для разделения нашего существования. Сохраняйте веру и не принимайте меньшего, чем заслуживаете. Поверьте в Божественное время и Божественный замысел, он обязательно приведет вас к подходящему человеку в нужный момент. Наша вера должна всегда опираться на обещания Бога и его верность, как учит нас притча 16, 3, «Возложи на господа дела твои, и будут устроены твои замыслы». Предоставив наши любовные отношения и желания в руки Бога, он направит наши шаги и приведет нас к полной и счастливой жизни. Поэтому будьте вы одиноки, обязательно или где-то между этими двумя состояниями предпримите это путешествие с Богом рядом с вами. Пусть эти размышления послужат руководством для всех, кто ищет направление и истинную любовь в своей жизни. Помните, что истинная любовь и стремление к ней приобретают особый смысл, когда они пройдены под руководством Божественным. Он обогащает путь, обеспечивая не только идеального партнера для разделения дней, но и способствуя росту, миру и счастью, происходящим из отношений, соответствующих его намерениям. На каждом этапе этого пути доверяйте, что Бог действует в вашу пользу, готовя вас и вашего будущего партнера к встрече в нужное время, чтобы вместе построить жизнь любви, уважения и общих целей. Итак, двигайтесь вперед, сохраняя свои молитвы и ваше сердце открытым для возможностей, которые Божественное помещает на вашем пути. Путь к истинной любви может быть полон препятствий и испытаний, но награда за нахождение того человека, который был тщательно подготовлен для вас Богом, беспрецедентна. Вера, надежда и любовь являются столпами в этом начинании, никогда не позволяйте им погаснуть в вашем сердце. Что более важно, никогда не забывайте, что Божественная любовь это ваша самая большая сила и направление в поисках истинной любви. Пусть вы обретите уверенность и надежду в Божественных обещаниях, зная, что Он желает для вас только лучшего, включая вашего будущего спутника. Любовь на подходе, ведомая заботливыми и полными мудрости рук Творца. Оставайтесь верными, терпеливыми и открытыми для любви, которую Бог приготовил для вас, и в самый неожиданный момент эта любовь проявится в невероятных формах, принося радость и полноту в вашу жизнь. Пусть ваш поиск любви будет богато, благословлен и направлен Богом, принося вам не только встречу с партнером ваших мечтаний, но и более глубокое понимание любви, которую Он питает каждому из нас. Да будет так! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok